Здравствуйте, меня зовут Наталья Кисер. Я являюсь специалистом по питанию Центра снижения веса Елизавета. Приглашаю вас не только снизить вес, но и сохранить полученный результат. Звоните нам по телефону 21 00 66. Это наше время. Итоги уходящей недели подведут мои коллеги и я, Мереки Ульманов. Здравствуйте. Последствия ледяного дождя. В Оренбурге и пригороде в эти выходные произошло масштабное отключение электричества. Без света остались тысячи людей. Отключались линии, которые питают поселки Городище, Паника, Гердянка и Иванов. В Оренбурге подорожал проезд в общественном транспорте. Пока плата выросла лишь на некоторых коммерческих маршрутах. Однако перевозчики заявляют, что тариф поднимется во всех автобусах. Дворы, заваленные снегом. Снежные массы, выброшенные на транспортной улице, якобы на передержку, до сих пор остаются на своих местах. Мои коллеги проехались по городу и увидели, как Оренбург готовится к поводку. И горожане отметили масленицу. Праздничные гуляния прошли в округах и зауральные рощи Оренбурга. Под Оренбургом восстановлено электроснабжение после ледяного дождя. Из-за погодной аномалии тысячи жителей областного центра и пригорода в эти выходные остались без электричества. Сначала в ночь с пятницы на субботу свет погас в Южном и Пугачах. Там обледеневшее дерево упало на провода. Аварию энергетики устраняли до пяти утра. На следующий день погода не изменилась. Также была изморозь и температура чуть ниже нуля. И отключались линии, которые питают поселки Городище, Паника, Бердянка и Ивановка. Бригады выезжали туда, работали. Всего на ликвидацию последствий ледяного дождя принимало участие 50 человек. Масштаб ледяного бедствия на самом деле впечатляет. На любительских видеокадрах, которые сделали сами энергетики, видно, что толщина льда на проводах достигала 4 сантиметров. Скованы толстой коркой льда и рядом стоящие деревья. И, судя по всему, прошедший ледяной дождь – не последний каприз погоды, который ожидает наш регион этой весной. По прогнозам синоптиков, ледоход на реках Оренбуржья начнется раньше обычного, уже в конце марта. Отрезанными от большой земли могут оказаться десятки сел. Возможно, зальет водой и улицы Оренбурга. И виновата в этом будет не столько природа, сколько работа коммунальщиков, которые складируют огромные кучи снега прямо во дворах жилых домов. Удастся ли справиться с водной угрозой? Или оренбуржцам пора запасаться консервами и лодками? Ситуацией разбирался Иван Берр. Последний день Масленицы ознаменовал приход весны, а вместе с ней – целый ворох забот о предстоящем паводке. Ситуацию в пойме реки Урал усугубляет и свезенные кем-то снежные кучи. Это видео мы сняли буквально вчера. Здесь все напоминает ледяной могильник. И несложно представить, насколько все будет плохо, если весеннее тепло будет согревать снежные массы без перерывов и выходных. Впрочем, в Южном округе о проблеме знают и обещают принять необходимые меры. Мы там все зачистим, рекультивацию проведем. К сожалению, такая вещь происходит каждый год. А кто это делает, как думаете? Ну, кто? Собственники своих территорий, строительные площадки. Мы уже несколько административных производств завели по этому поводу. И наказываем этих людей. У нас снежная свалка временно, она только в авиагородке. Поэтому там тоже рекультивацией будем заниматься. В Оренбургском гидромедцентре уже спрогнозировали уровень подъема воды в реках. И если в прошлом году дачным массивам еще более-менее повезло, то в этом более 50 населенных пунктов могут быть отрезаны от внешнего мира. Выход воды на пойму начинается у нас при уровне 760 сантиметров со стороны железнодорожного моста. Уровень опасного явления 930 сантиметров. При затрудных явлениях у моста и талыми водами возможно подтопление поселков. Южный Урал, Кузнечный, Севцовка, Зауральная роща, Овчинный городок, Дубки. На территории турбазы Неженка и дачных участков Хойный и Урал. Необычная ситуация с вывозом снега возникает и в Оренбурге. Жители обеспокоены свалкой снега прямо на городских улицах. Любительская камера запечатлела сброс снежного мусора на улице Тракторной. Но, как выяснилось, это была лишь временная передержка. Мы быстренько очистили от снега вчера, значит, улицу Тракторную и там Немовскую. Вывезли этот снег и быстро здесь его сложили. А ночью мы его уже увезли. Но если с Тракторной все разрешилось, то на транспортные дела обстоят по-другому. В центре новостроек до поры спят курганы снежные. Этот снег свозили сюда еще зимой. Но пока убирать, видимо, не собираются. А под этими массами находится обычное глиняное поле. И несложно представить, с какими трудностями придется столкнуться жильцам многоэтажек, когда солнце начнет припекать. Несмотря на предупреждающие прогнозы о ранней весне, что, в общем-то, и так заметно, снежные массы, выброшенные на транспортные улицы, якобы на передержку, до сих пор остаются на своих местах. Между тем, весна все ближе, а воды становится все больше. В этом году действительно есть чего опасаться. Снега выпало столько, что, пожалуй, хватило бы поделить на две зимы. В Главном областном управлении МЧС уже готовятся к возможным наводнениям и собирают всю Королевскую Радь. К тому же, по прогнозам синоптиков, вскрытие рек и активное снеготайние в этом году начнется на неделю раньше. У нас в Главном управлении созданы три оперативные группы по разным направлениям реагирования на ситуации, которые могут создаться на территории области. Соответственно, все оперативные группы оснащены средствами, плавсредствами, продуктами питания и так далее. Иван Берр, Вадим Доминов. Наше время. Тем временем, Эриклинская ГРЭС увеличивает сброс воды. В региональном МЧС сообщают, что с завтрашнего дня сброс с водохранилища вырастет в два раза – до 60 кубометров, а в середине следующей недели – до 120 кубометров в секунду. В связи с этим увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий в акватории реки Урал и вблизи Эриклинского водохранилища. Поэтому спасатели еще раз предупреждают не выходить и тем более не выезжать на лед. В Оренбурге подорожал проезд в общественном транспорте. Повышение тарифов произошло только в частных автобусах и пока на некоторых маршрутах. Так, в 51-м автобусе стоимость проезда выросла до 19, а в 39-м – до 20 рублей. По словам перевозчиков, повышение тарифов, вероятнее всего, произойдет на всех коммерческих маршрутах города. Перевозчик на 51 маршрут и решил, что ему уже надо повышать. Это решает каждый перевозчик отдельно. И кто еще будет повышать, я не знаю. Но я думаю, что для любого перевозчика не повышать сейчас – это бесконечно. Это значит, что ездить на двух колесах. Согласно федеральному закону, который вступил в силу в январе этого года, частные перевозчики теперь вправе самостоятельно устанавливать тарифы в общественном транспорте. Раньше же плату за проезд диктовал региональный департамент по ценам и тарифам. Цены в муниципальных автобусах и троллейбусах остались прежними. Право менять их закреплено за горсоветом, так как эти перевозки датируются из бюджета Оренбурга. Прибавили 500, отобрали 1000. На неделе в Оренбурге прошла череда митингов против урезания компенсации за коммунальные услуги. Начислять ЕДК по-новому, напомню, принялись с начала года. И такое новшество сильно ударило по карману не самые зажиточные категории населения. В минусе остались дети войны, инвалиды, ветераны труда. Задыхаясь от несправедливости и невзирая на жуткую гололедицу, они три дня выходили под окна Дома Советов, чтобы услышать, почему сэкономить решили именно на них. Вместе с пенсионерами ответ искала и Екатерина Киселева. Минус 1300 сейчас получается. Одни потеряли тысячи, другие сотни, но ни те, ни другие так и не смогли постичь этой абсурдной арифметики. Получается, не успели порадоваться скромной индексацией пенсии, как нате вам удар под дых. Новый способ расчета компенсации за коммунальные услуги. Выходит, одной рукой дали, чтобы двумя забрать. Обокрали нас, пенсионеров, в прямом смысле слова. Охрипнув от возмущений, униженные и ограбленные решились на целую череду митингов. Не испугавшись жуткого гололеда, сотни немолодых, но отчаянных попытались докрещаться до самого верха. У меня 45 лет трудового стажа. Я дважды ветеран федерального значения. У меня была дотация. Меня лишили более 50%. Из-за этого я пришла сюда. Какую сумму вы потеряли? Я сумму потеряла более 700 рублей. Дочке я потеряла 515 рублей. А мне пенсия 8 тысяч, 40 лет работала. Было 1090. Сейчас ничего нет. Три месяца. 400 рублей, да, блин, на 800 рублей отобрал. Совести нет. Вообще, у кого отобрал? Из окон Дома Советов можно было увидеть ветеранов труда, детей, войны, инвалидов. Всех их, по сути, волновал один вопрос. Почему огромный ломось решили отрезать именно от их скромного пирога? И куда теперь пойдут их деньги? Я так думаю чиновникам. Может на выборы, может еще куда-то. Все им мало, да? Все им мало. Быть может, авторы закона полагали, что потерь никто и не заметит. Ведь наверняка ценность тысячной купюры для тех и этих совсем разная. На тысячу рублей я где-то с полмесяца могу прожить. На питании я один живу, мне вполне хватит. Еще в январе, когда стало понятно, что незамеченным новый закон не останется, что молча его не проглотят, им объявили. Суммы настолько хрохотные, отчасти из-за ошибок в расчетах. Их обещали исправить. Деньги вернуть. Исправили. Вернули. Пересчитали. Сегодня звонил, говорит, Алексей Александрович, придите, получите 19 рублей. Вам еще доплатили. Это позор. Это смех. Вот только собравшимся было совсем не смешно. Если на федеральном уровне, значит надо вводить прогрессивную шкалу налогообложения. Если на местном уровне, надо отказывать в льготам богатым. А у нас получается, что переброска идет статей внутри самой незащищенной части населения. Я думаю, что реакция будет и на федеральном уровне обязательно. Именно на эту реакцию и надеются митингующие. Хотя были здесь и те, кто понимал. Коли закон случился, ему быть хоть каждый день митингуй. Понимали, но на площадь вышли все равно. Не в сумме дело, а в том, что унизили, оскорбили и расстатали нашу честь. Вот это самое главное. Детерина Киселева, Вадим Чаев. Наше время. В Минсоцразвитие, на который третий месяц цыплется ворох жалоб, критики и претензии, напомнили. Новшество не прихоть чиновников, а требования закона. Татьяна Самохина еще раз отметила, тем, кому компенсацию начислили с ошибкой, обязательно ее пересчитают. А также еще раз подчеркнула, на что пойдут сэкономленные деньги. Никто никуда никакие деньги не делал. А если те деньги, которые с учетом адресности и нуждаемости высвобождаются, то это как раз те деньги, за которыми малообеспеченные, незащищенные слои населения придут к нам и оформят субсидию. И получат дополнительные денежные средства на закрытие всех проблем по ЖКХ. Случайно или нет, но в минувшую пятницу, сразу после митинга пожилых льготников, чиновники из Министерства социального развития устроили для средств массовой информации пресс-тур. Журналистов погрузили в автобус и повезли в центры социальной поддержки населения, пороги которых до сих пор обивают ничего не понимающие в начислениях пенсионеры. В запоздалом пресс-туре участвовала и Екатерина Волкова. Хотелось бы действительно узнать, ну все-таки как сейчас считается вот эта ЕДК. Татьяна Рябова, как и многие в регионе пенсионеры, получила компенсацию в разы меньше той, которую ей выплачивали до января нынешнего года. Вместо 1091 рубля ей начислили всего 430. Вот и решила ветеран труда лично разобраться с новой системой расчетов. Хотя бы за январь месяц действительно уточнить, как считать, чего считать. И уж, конечно, в следующий раз я думаю, что я сама легко посчитаю, и уже у меня не будет проблем, и, как бы говорится, буду согласна со своими этими льготами. Таких визитов, как уверяют специалисты одного из филиалов центра соцподдержки, стало намного меньше. Ажиотаж, говорят, спал. И это связано с разъяснительной кампанией, которую соцработникам пришлось организовать в связи с нахлынувшей волной негодований среди льготников. Причина недочисленных сумм оказалась в неготовности поставщиков коммунальных ресурсов и управляющих компаний. У нас есть проблемные поставщики, которые на данный момент не имеют ни информационных систем и до сих пор введут обработку файлов в ручном режиме. То есть у них имелись амбарные книги, куда они заносили всю информацию. В связи с этим Министерство социального развития в каждом своем филиале организовало автоматизированные рабочие места, куда бы могли прийти поставщики и вносить информацию файлов. 2 миллиона лицевых счетов, 400 тысяч получателей – это то, с чем мы работаем. Соответственно, это все выявляется руками, глазами, по звонкам. Система что-то нам показывает, большую часть. И все это исправляется. Поэтому в режиме нон-стоп происходит перерасчет, и люди дополучают начисление. Их, кстати, начали выплачивать с 3 марта и продолжат до 25 нынешнего месяца. Центр соцподдержки. Здравствуйте. Тем временем звонки продолжаются. Их тоже, говорят, стало меньше. В день по 25-30. На связи с пенсионерами работает буквально штаб операторов. Можно позвонить и сверить суммы платежей по квитанции в суммах, которые у нас есть в базе данных по поставщикам. С каждым льготником соцработники намерены работать индивидуально. Если есть проблемы с начислением компенсации, обещают разобраться. Екатерина Волкова, Дмитрий Примачек. Наше время. Простились зимой. В Оренбурге, в Зауральной роще, накануне отмечали широкую масленицу. Праздник действительно получился широким. С глинами, представлениями и силачами. Как в городе встречали весну, увидели Юрий Мишенин и Константин Воробьев. Погостила ты у нас недолго. Погостила семь деньков. А мы думали, погостишь семь годков. Прощай, масленица! Масленица сгорела быстро и без остатка. А значит, время праздновать. Музыка, танцы и, естественно, блины. Чего-чего, а их было предостаточно. Блины ели в одиночку и семьями. Не торопясь, растягивая удовольствие и на скорость. В конкурсе быстрого поедания блинов приняли участие две семьи. Девушки блины складывали и поливали сгущенкой, а у мужчин была самая сложная задача – съесть как можно больше. Лучше всего получилось у семьи Даниловых. Сразу прям десяток завернул. Их давай участвовать. А с чем любите блины больше? Двое. Больше люблю с повидлом. А когда повидла нет, уже там со сгущенкой. А мы что-нибудь с вареньем. Кто-то отличился на кулинарном поприще, а кто-то поражал собравшихся силой волей и силой мышц. Раздеться на морозе и забраться по бревну на самый верх смогли немногие. Сергей Воронков проделал все легко и быстро. И получил приз. Ну нет, не сложно вообще. Это просто я уже залазил, но мне было лет 16. Просто думаю, уже 31 год, думаю, блин, успею, смогу ли я еще, в силах ли я еще. В общем, каждый здесь нашел занятие по вкусу. Отдохнули, что называется, на всю широкую масленицу. Пришел вообще-то на праздник отдохнуть после зимы. Уставший такой. Хоть весной почувствовать, блины покушать, себя показать там, на людей посмотреть. Праздник каждый год. Это у нас так семейная традиция. Посещать данные такие мероприятия. Хочу они зимы и провода зимы. Ну и какой же праздник без концертных номеров и веселых ряженых. Вот и стрельцы зазывают на благотворительный спектакль. Иван Васильевич меняет профессию. Состоится он 22-23 марта в Театре музыкальной комедии. Фонд неравнодушных людей «Благотворительное чудо» приглашает всех вас совершить чудо вместе с нами. И приходите на спектакль благотворительный. Да посмотрите на царя русского Оренбургского. Спектакль поставлен силами непрофессиональных актеров. Люди, такие же как и вы, будут делать добро для тех, кому оно нужно. Приходите, поддержите. Юрий Мишенин, Константин Воробьев. Наше время. А сегодня православные оренбуржцы отмечают прощенное воскресенье. В этот день все верующие по традиции просят друг у друга прощения, чтобы с чистой совестью вступить в Великий пост. Он начнется завтра и продлится до Пасхи, которая в этом году выпадает на 1 мая. Десятки оренбуржцев требуют от строителей вернуть их миллионы. Речь идет о компенсациях, которые жителям новостройки на проспекте Победы-170 определили в суде. Застройщик сдал людям жилье намного позже намеченного срока. Это и стало поводом для разбирательства. Однако строительная фирма ОИЖК, которая возводила дом, не спешит исполнять решение суда. Почему и что делают люди? Ольга Патрушева выслушала недовольство жителей и объяснение судебных приставов. Это наш зал, кухня, санузел и коридор. Небольшая, но такая уютная квартира. Как раз то, о чем мечтала Эльвира, когда искала жилье для своих детей. Остановилась на этой, потому что понравился район. Но прежде чем купить, тысячу раз все проверила. Я как юрист все, что могла, пыталась проверить вплоть до земельного участка с целью избежать всяких непредвиденных нюансов. Но неприятный сюрприз. Застройщик все равно приготовил свое жилье в обещанные сроки. Сентябрь 2014-го ни Эльвира, ни ее соседи так и не получили. Мы, например, с женой снимали квартиру весь этот год. И нам получилось, мы платили по 26 тысяч с половиной в месяц за съемную плюс ипотека. Соответственно, ну это достаточно для семейного бюджета нашу накладную выходила. Получили жилье люди только в сентябре 2015-го. За год просрочки решили. Пусть застройщик платит. ОСЖК все это время, конечно, присылало дополнительные соглашения на подпись о продлении срока. Но большинство их просто выбрасывали. На такое они со строителями изначально не договаривались. Когда дошло дело до суда, некоторым удалось выводить застройщика хотя бы по 50 тысяч рублей. Остальные пошли за помощью к Фемиде. Она им помогла. Но у фирмы оказалось денег нет. Судебных приставов буквально завалили судебными решениями. Те, в свою очередь, смогли отыскать на счетах застройщика 750 тысяч рублей. Общая сумма долга почти 7 миллионов. Где взять остальные? Директор компании может поплатиться свободой. Директор фирмы, он предупрежден об уголовной ответственности по 315 статье. Это за уклонение до исполнения решения суда. В случае, если так и не будет исполнено решение суда, он будет предупрежден повторно. И уже в таком моменте мы будем рассматривать именно вопрос о возбуждении уголовного дела. Между тем жильцы провели свое расследование. Выяснили, что их ОСЖК входит в целую корпорацию с таким же названием. Имя одно, адрес один, лишь форма организации разная. А возглавляет корпорацию ОСЖК. Всем известный депутат Владимир Киданов. Люди собирают подписи и пишут письмо народному избраннику. Возможно, он сможет повлиять на своих подчиненных. Ольга Патрушева, Вадим Доминов. Наше время. Они быстрее, выше, сильнее. В Оренбурге накануне наградили лучших спортсменов и тренеров области. Победители внутренних и международных соревнований получили стипендии и гранты. Один из них, призер всероссийских турниров по метанию диска Алексей Худяков, назван одним из кандидатов в Олимпийскую сборную страны. Психологически, думаю, готов. Теперь осталось физически. Подойти, выполнить норматив. Думаю, как Бог даст, там видно будет. В прошлом году оренбуржцы завоевали 206 медалей на соревнованиях разного уровня. Сейчас у спортсменов короткая передышка, а уже в ближайшее время начнется подготовка к новым стартам. Впереди летом. Ну, летом вообще будет отбор на Европу. Туда же, в Тбилиси. А потом сама Европа. Ближайшие международные турниры в течение полугода где-то. А в конце сентября, где-то в октябре чемпионат России. Спортивную сферу в последние дни сотрясают допинговые скандалы. Даже самых известных и титулованных атлетов обвиняют в употреблении запрещенных препаратов. Впрочем, руководство оренбургского спорта в добросовестности местных воспитанников не сомневается. 30 донорских почек пересадили в Оренбурге за два года. Главный трансплантолог области Александр Селютин накануне рассказал, как спасают людей с хронической почечной недостаточностью. Оренбургские медики научились пересаживать больной орган как от родственников, так и от умерших людей. За два года мы сделали около 30 трансплантаций. Это хороший результат. А в том году у нас результат. Мы вышли на 8 операций, на 9 операций на миллион населения. Потому что в Московской области это 12 операций на миллион населения. Станислав Хусаинов стал первым пациентом, кому врачи пересадили почку умершего человека. По словам мужчины, операция не только спасла ему жизнь, но и существенно ее изменила. В 8 часов шла операция. Под утро разбудили. Увидел и удивился, что наконец пересадили. С радостью от нас самочувствие лучше стало. И многие дела в гору пошли. В марте весь мир отмечает Международный день почки. Дату учредили, чтобы обратить внимание на проблемы людей, страдающих заболеваниями этого органа. Оренбургские студенты отметили этот день флешмобом. Сейчас информация от городских электрических сетей. В понедельник жители некоторых улиц Оренбурга останутся без электроэнергии. Возможно, не будет завтра света и в Протопоповской роще, и хуторе Красная Поляна. Причина – плановые ремонтные работы. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 56 83 38, либо 98 48 48. В конце выпуска немного коммерческой информации. Спонсор программы – Центр снижения веса Елизавета. Не только снижение веса, но и сохранение результата. Выработка новых пищевых привычек, постоянная профессиональная поддержка на всем пути снижения веса. Грамотное закрепление результата. Все занятия проходят при обязательном участии автора метода. Все подробности можно узнать по телефону 21 00 66. Далее наш выпуск продолжит прогноз погоды на завтра. У меня же на этом все. Все сюжеты и выпуска можно посмотреть на сайте телеканал регион.ру. Удачного начала новой рабочей недели и только хороших новостей. Здравствуйте, меня зовут Наталья Кисер. Я являюсь специалистом по питанию Центра снижения веса Елизавета. Приглашаю вас не только снизить вес, но и сохранить полученный результат. Звоните нам по телефону 21 00 66.